всем привет еще раз с новым годом и рождеством в эфире специальный выпуск новостей зарубежной недвижимости от прян сегодня мы представляем десятку самых популярных стран у покупателей зарубежной недвижимости где еще украинцы белорусы казахстанцы немцы израильтяне говорящие по-русски но и в первую очередь естественно россияне их доля в нашей статистике почти 50 процентов актуальные данные за последние 12 месяцев сначала пара слов о странах занявших места ну совсем рядом с десяткой это греция албания германия и таиланд особенно отмечу растущий спрос на жилье в юго-восточной азии большую часть 22 года то еще находился под к видными ограничениями а по итогам 23 вернулся к лидерам ну а теперь переходим к десятке замыкает ее италия здесь по-прежнему можно получить вид на жительство на основании финансовой независимости резиденция и литива хотя к документам местной власти относятся все более и более придирчиво средняя цена квадратного метра на пенинах чуть не доходит до 2000 евро это показатели аж 2015 года снижение или точнее стабильность цен при удорожании ставок аренды повышает доходность что делает италию перспективный в 2024 году девятое место за египтом который совершил в прошлом году переворот в наших симпатиях здесь рост цен в национальной валюте практически сравним с высокой инфляцией то есть доллар и евро он совсем не велик но африканская страна впечатляет активным строительством особенно новой столицы которую местные власти видят конкурентам дубая плюс в египте выстроили и упорядочили схемы получения внж от 50 тысяч долларов а главное гражданство от 250 тысяч или от трехсот если речь идет о покупке недвижимости альтернатив немного о получении дохода при покупке нового объекта в египте более чем вероятно над египтом на восьмой строчке кипр место в рейтинге делят и признанный южный и не признанный северный первый дороже и солиднее 2 стремительно дорожает позволяет добиваться высокой доходности но главное и на севере и на юге есть возможность стать резидентом постоянный вид на жительство республики кипрс за покупку новостройки вообще самая популярная инвестиционная иммиграционная программа в евросоюзе и несмотря на постоянные вести о проверках счетов местными банками о трудностях в подтверждении дохода об изменениях правил получения статуса резидента у крупных застройщиков до 60 процентов покупок все равно совершают россияне ну а на северном кипре разрешение на пребывание по-прежнему может получить не только собственник любой недвижимости но и арендатор это круто седьмое место и тут возможно многие удивятся за финляндией но важно повторить в этом рейтинге мы оценили спрос не только россиян которые естественно уже не так активно в сумме хотя больше ста сделок с начала года совершили вот например русскоязычные жители израиля тоже активно ищущие напрян в двадцать третьем году куда активнее чем раньше искали и находили квартиры и дачи в холодной но уютной стране на шестой позиции грузия уже не только батуми но и тбилиси и горнолыжные курорты привлекают покупателей в двадцать третьем году между грузии и россии возобновили авиасообщение а благодаря активности приезжающих кавказская страна вышла на первое место в мире по доходности от сдачи в аренду вообще именно инвестиционные возможности грузии весьма широки в описании к этому сюжету вы найдете ссылку на наш недавний вебинар посвященный как раз одному из проектов с гарантированной доходностью но не инвестициями едиными внж при покупке от 100 тысяч долларов по-прежнему тоже аргумент испания после годичного перерыва вернулась в пятерку лидеров на перенеях по-прежнему выдают золотые визы заработала программа для цифровых кочевников можно получить внж по финансовой независимости да и сделки с россиянами в общем проходит иностранцы вообще активны за ними почти 15 процентов покупок в стране провинция аликанты по-прежнему в топе с оптимизмом комментирует руководитель испано тур александр дашевский мы ожидали кризиса мы ожидали то что цены будут падать цены растут и сегодня самая популярная недвижимость это 100-150 тысяч евро на вторичном рынке а также 250-350 тысяч евро это новое жилье которое продается в рассрочку основной покупатель это европейцы по советской пространстве практически не покупают и европейцы покупают недвижимость для постоянного места жительства они переезжают сюда в испании потому что здесь хорошая экономика потому что здесь недорого коммуналка и хорошие продукты а так конечно же солнце и прочее объединенные арабские эмираты еще два года назад не попадавшие даже в топ-10 четвертые можно сколько угодно говорить о перегретости рынка неизбежном пузыре но пока иностранцы подогревают спрос и цены особенно в премиум сегменте может и покупатели из россии не так активны как конце 22 года но все равно в топ-5 входят а под новый год цены в дубае наконец превысили результаты 2015 3460 долларов за квадратный метр есть новый рекорд фиксируем его и переходим к первой тройке на одну строчку ниже по сравнению с 2022 годом опустилась болгария рынок живой во многом благодаря более низким чем европе ипотечным ставкам около 3 процентов прошлогоднего роста уже нет если мы говорим о ценах зато есть иностранный спрос хотя россияне из покупателей чаще становятся продавцами в ближайшее время ждем вхождения в страны в шенген слова людмире шабадиной new estate после охлаждения рынка которое мы наблюдали в летние месяцы уже в начале осени продавцы и покупатели все-таки сделали шаг навстречу друг другу по цене и количество сделок на болгарском побережье опять заметно возросло продавцам целью которых было продать свои апартаменты именно в этом году все-таки пришлось пойти на понижение кто-то стал постепенно снижать цену чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей к своему объекту и тем самым продемонстрировать свою заинтересованность продажи а кто-то и вовсе снизил цену на 10 и более тысяч евро чтобы продать свое болгарское жилье максимально быстро и у них это получилось студии сегодня покупатели ищут по цене плюс-минус 30 тысяч евро апартаменты с одной спальней по цене 40 45 тысяч евро и апартаменты с двумя спальнями стоимостью 50 55 тысяч продолжает стремительный рост в рейтинге популярности черногория она уже вторая хотя отрыв от болгарии и эмиратов минимальный цены на новостройки за год выросли на четверть а россияне самые активные иностранные покупатели впрочем относительно невысокие цены на адриатике как и в эмиратах маленьких инвесторов и отдыхающих со всего мира плюс собственник по прежнему может получить право на постоянное нахождение в стране что важно ну а на первом месте все равно с огромным отрывом турция год назад на нее приходилось почти треть спроса сейчас меньше четверти ну и что землетрясение и выборы изменения правил получения внж и сдачи в краткосрочную аренду рост цен они конечно кого-то отпугивают но 600 плюс а чаще 700 800 плюс сделок только с россиянами каждый месяц это очень серьезно потому что достоинства турции все равно перевешивают недостатки и почему-то кажется так будет и в наступившем году что ж вот этот наступивший год и наступил пусть он будет мирным безопасным добрым ставьте лайки читайте нас в telegram и на сайтах приан и если у вас еще нет дома сейчас хорошее время им обзавестись